Тратьте 1 час в день на себя. Это много или мало? Давайте поговорим об этом. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. Я являюсь автором двух книг по сетевому маркетингу, а также у меня в арсенале есть несколько PDF-отчетов на разные тематики по продвижению себя в сети интернет. Сегодня я с вами хочу поговорить о первом часе после просыпания. Что вы делаете? Как вы готовитесь ко дню? Как у вас проходит этот первый основополагающий час? Ведь даже такие выдающиеся личности, как Квик, Тони Робинс и много других, которые говорят, что первый час, он важный и основополагающий во дне. В этот час мы работаем с собой на физическом плане, на ментальном, на уровне духовности, на уровне благодарности. Мы в это время максимально сфокусированы. Но не каждый человек это делает. И Тони Робинс когда-то сказал, что даже когда он сильно устал, и у него серьезные перелеты и выступления, он как минимум 10 минут уделяет себе. Ведь если ты не можешь найти в день 10 минут, ты вообще и не живешь, получается. Но так как мы с вами сейчас люди, которые стремимся перейти на новый уровень жизни, саморазвиваемся и хотим достичь каких-то своих целей, желаний и мечт, то нам с вами нужно как минимум 60 минут уделять для себя. Это важный аспект, как оказывается в действиях. Знаете, опять же, у этих выдающихся личностей, я буду говорить так, что есть свои собственные формулы, по которым они начинают день. Допустим, 20 минут обучения, 20 минут спорта, 20 минут уделения благодарности, 15 минут следующая формула, 15 минут каких-то определенных действий, плюс еще 15, плюс еще 15, плюс еще 15. У каждого по-своему всегда есть свои формулы. Сейчас я хочу поделиться своей формулой, которая лично для меня действует, как для обычного человека, не для такого выдающегося и высокого ранга человека. Вы понимаете, о чем я говорю? Вообще многие, конечно, рекомендуют, как только проснулся, умылся, освежился, нужно перейти сразу к физическим упражнениям, чтобы наш мозг включился в работу, определенные клетки заработали, и у нас вместе с вами появилось вдохновение. Но мне потом сложно, если я начинаю сразу же физические упражнения, спортивные упражнения, мне потом сложно себя перетрансформировать на спокойствие, снова же успокоение себя и проработки медитаций. А ведь медитации как раз-таки включают нас в день. В прошлом своем видео я говорила об этом, послушайте, пожалуйста. Итак, после пробуждения мои первые 15-20 минут состоят как раз-таки из медитации. Я просыпаюсь, задаю внутренний вопрос и понимаю, какая медитация мне сегодня поможет. Возможно, это будет не медитация, а аффирмация. Возможно, это будет аффирмация на уверенность, на успех. А возможно, это будет медитация на принятие какой-то ситуации, на изобилие, на принятие родителей. В общем, разные медитации. Кстати, я их тоже записываю, подбирая определенную музыку к ним. Ведь после сна нам более удобнее сконцентрировать свое собственное внимание на тех образах и на тех мыслях, которые нужно проработать в медитациях. А возможно, вообще отключиться и перестать мыслить. Это намного проще лично мне после сна сделать, нежели после того, когда я войду в движение физическими упражнениями и потом себя снова утихомирить. Итак, 15 минут я уделяю медитациям. Следующие 15 минут я вот как раз-таки подскакиваю, левой ручкой чищу зубы, умываюсь и начинаю физические упражнения. Некоторые говорят о том, что нужно дойти до потоотделения, потому как когда мы потеем после пробуждения, у нас вырабатывается нейротрофический фактор мозга, то есть белок, который восстанавливает поврежденные клетки мозга. Пропотев, мы способствуем выработке вдохновения. И даже если у нас с вами нет запала, оно появляется. И у нас появляется море энергии отсюда. На это я уделяю тоже 15 минут. Следующие 15 минут я себя успокаиваю, Тем самым, переходя к планированию дня, я сижу и выписываю благодарности. Кому за что я благодарна, почему я благодарна, чего я хочу достичь во дне, и корректирую, возможно, какие-то планы, которые у меня были с вечера. Ведь составляя план сегодняшнего дня, мы строим свою собственную жизнь. Ведь день, один единственный день, это жизнь наша в миниатюре. На это действие тоже уходит 15 минут. И следующие 15 минут уходят на то, чтобы обучиться, послушать аудиокасты, пройти курс какой-то, возможно, какие-то видео послушать, мотивационные ролики, то есть обучиться какому-либо навыку, либо продолжить обучение в начатом курсе. Либо аудиоподкасты, у вас наверняка свои собственные есть, вы их находили, скачивали, слушали, либо же вы проходите, опять же, какое-то свое обучение, где необходимо ваше участие, и, соответственно, изо дня в день нужно учить. И порой могу вам сказать, что этих 15 минут по каждым пунктам маловато. Если дает возможность мне моя жизнь, моя семья, то я немного по времени удлиняю эти собственные действия, но вы варьируете уже по-своему. И по моему мнению, 60 минут в день для себя вполне достаточно, чтобы качественно понять, что вы выходите на иной уровень жизни. У вас привьются другие привычки, вы от каких-то привычек избавитесь, вы поймете, что вы реально встали на путь работы с самим собой. Бывают ситуации, когда этих 60 минут мало, добавляйте больше для себя времени, а когда-то вы понимаете, что и 15 минут достаточно, потому что вы, возможно, устали, возможно, сил нет. Так вот, действуйте по принципу Тони Роббинса. Хотя бы 10 минут уделяйте себе. Ведь если вы не будете уделять 10 минут на день себе, то вы не будете вовсе жить. Но это не наша с вами цель. А я желаю вам всегда быть на пути к саморазвитию и познавать себя шаг за шагом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok